Новогодние каникулы Республика пережила без серьезных ЧАЭС, однако и коммунальщики, и экстренные службы работали в особом оперативном режиме. Сегодня этой работе подведены итоги в правительстве Республики Хакасии. Подробнее о них поговорим с заместителем главы Хакасии Юрием Николаевичем Курлаевым. Юрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, Юрий Николаевич, можете сегодня дать оценку этой работе, которая в Республике была проведена экстренными службами, коммунальщиками во время новогодних каникул? Я хочу сказать, что силы и средства Республики Хакасии всегда находятся в постоянной боевой готовности. И, конечно, те привитивные мероприятия, в том числе принятые нормативно-правовые документы, законы, именно в том числе и финансовое и техническое обеспечение наших служб, нам позволяют решать эти проблемы незамедлительно при поступлении каких-то сигналов по чрезвычайным ситуациям или технологическим авариям. Действительно, за период новогодних каникулах у нас чрезвычайной ситуации не случилось. У нас были технологические инциденты, которые устранялись в установленном сроке закона времени. Поэтому сегодня у нас действительно по уровню прошлого года, мы обычно делаем анализ очередного года и прошедшего года, по уровню прошлого года у нас снижение произошло в два раза практически по пожарам, погибели людей на пожарах. Конечно, можно это кощунство считать, в прошлом году погибло 12 человек, в этом году погибло 4 человека, но, тем не менее, это анализ, который позволяет принимать оперативные решения, в том числе управленческие решения по приведению и расстановке сил и средств гражданской обороны, и расчетных сил ЧС на территории Республики Хакасия. Вот у нас 47 произошло пожаров именно за этот период, из них 50% это где-то более 23 пожара, это мусор. Поэтому, еще раз повторяюсь, те приемтивные меры, которые принимались правительством, главы муниципальных образований, всеми службами МЧС и противопожарной службы Республики Хакасия, они позволили минимизировать все потери как людских, так и имущественных собственность наших граждан. То есть, профилактическая работа была проведена хорошо, подскажите, а определились какие-то все-таки узкие места, которые стоит доработать? А вы знаете, какие бы мы силы ни поднимали, ни создавали, ни укрепляли, сегодня является самым большой проблемой, человеческий фактор. Мы сегодня беспечные, мы сегодня, думаю, нас это не коснется. По анализу за 2019 год, у нас более 75% погибших на пожарах людей, все были в пьяном виде. Это курение, ну и это все прочее. Поэтому, вот как раз большой фронт работы, именно по профилактике среди населения, по правилам пожарной безопасности, по поведению на пожарах. Эту работу будем уже, наметились планы, системно работать в 2020 году. С причинением всех сил и средств, всех государственных органов и муниципальных органов. Сегодня у нас созданы на территории муниципальных образованиях, можно так назвать, комиссии или штабы, куда вошли все службы профилактики. Именно в данной области это службы социальной защиты, службы профилактики муниципальных образований, службы правоохранительной деятельности, под назором прокуратуры. Проходят по дворовым территориям, по семьям. Я считаю, эта работа была и задача поставлена главой республики именно в канун Нового года. И все министерства, наши государственные органы власти отчитались о проделанной работе. Потому что за каждым нашим государственным учреждением закреплены у нас территории. Они их отрабатывали. Ну и вот, мы ими пришли все отчеты, посмотрели, что действительно работа проведена колоссальная. Но я хочу, мы тоже в этом году очень хорошо поработали по материальному оснащению нашей противопожарной службы. У нас приобретено два новых автомобиля. На этот год мы запланировали приобретение еще трех новых спецавтомобилей. Увеличили заработную плату наших противопожарной службы. Там действительно мы сегодня отстаем от федеральной службы. И задача главой республики поставлена, что мы должны именно, ну хотя бы не догнать, но в районе быть с федеральной службой. Задачи одни и те же исполняют. Рискуют так же? Да, ну задачи одни и те же. Но большой проблемой является зарплата, которая разительно отличается от федералов. На этот год мы увеличили на 21%. Мы уже подтягиваем и будем планировать на 21-й год в проекте бюджета будем именно добиваться выделения, повышения заработной платы нашей противопожарной службы. Дополнительные. Дополнительные. Да, и мы на 20-й год увеличили финансирование муниципальных образований в рамках периодической безпожарной безопасности. На 30% было 4 миллиона. Сегодня на этот год 6 миллионов рублей. На поддержку общественных организаций увеличили на 3 миллиона. Было 7 миллионов, сегодня у нас 10 миллионов. То есть это единственное министерство управления по гражданской обороне, так будем говорить, единственное, кто получил увеличение финансирования в рамках все-таки укрепления безопасности, системы безопасности для нашего населения. Ни одно министерство не получило такого увеличения расходных обязательств, как управление по противопожарной службе и гражданской обороне Республики Хакаси. Юрий Николаевич, а можно уже сегодня рассказать о том, где, конкретно какие районы будут еще укреплены техникой дополнительной по противопожарной службе? Потому что в прошлом году мы отчитывались, там в принципе прирост был очень хорошим. Да, в 2019 году мы вручили автомобили, это Ширинский район, это Орженитинский район, самые отдаленные точки. В 2020 году планируем укрепить именно те территории, где у нас нужна высокопрофессиональная современная техника, это Балакса. Вездеходная техника должна быть, это у нас Приисковая, те территории, где у нас на сегодняшний день территория с зонным риском. Это большая заснеженность, это там, где требуется такая. Где и люди теряются, где требуется чаще помощь людям. Поэтому на эти территории, конечно, будет уделено больше внимания. Но кроме этого, в этом году нам определено финансирование на строительство нового пожарного депо. Будем строить в Туиме 10 миллионов рублей. Сейчас ведется подготовка проектно-смертной документации, уже определение с места, с землей. И вот именно в Туиме будем строить новый пост со современной. И, конечно, будем оснащать оно и современной техникой. Юрий Николаевич, новогодние каникулы прошли, но, тем не менее, сейчас экстренные службы. И больше, наверное, жителей республики готовятся к еще одному большому празднику крещения. Подскажите, пожалуйста, я знаю, что тоже сегодня обсуждалось на заседании. И подготовка, и то, как будет проводиться. Что на сегодня можно сказать жителям, где быть осторожнее, где можно, в принципе, куда можно прийти, а куда не следует обращаться в этот праздник. Где нельзя смывать свои грехи, как любят делать жители Хакасии. А где это будет все централизовано и цивилизовано, самое главное. Ну, мы знаем, что это уже у нас традиционный праздник, православный праздник, когда мы несем ответственность за безопасность наших граждан. И уже, ну, наверное, традиционно на всех муниципальных образованиях определены места, купели, которые оборудуются системой безопасности. Сегодня у нас будут задействованы. Ну, у нас издано распоряжение главы республики, в котором определены все ответственные службы, и в том числе правоохранительные органы, службы МЧС, спасатели, все службы муниципальных образований определены у нас на территории республики. 18 таких цивилизованных мест купели на всех территориях республики. Ну, в том числе и сегодня город Абакан докладывал, там они, ну, то есть создают комфортные условия для того, чтобы люди могли безбоязненно совершить этот обряд. Но, чтобы мы не готовились, как бы мы не готовились, честным фактором всегда остается и личная безопасность каждого гражданина. Должен каждый на своем ответственно, наверное, относиться, ну, наверное, к своей личной безопасности, безопасности своего друга, семьи. И, прежде чем произвести этот обряд, купание, нужно, наверное, подумать о последствиях. Может ли, не может. Коль уж и решился, нужно соблюдать и правила, и порядок, который определён законным, ну, и, наверное, и совести, в первую очередь. Спасибо вам большое, Юрий Николаевич, что вы сегодня пришли к нам в студию, так подробно рассказали о том, как мы прожили год 2019-й и о том, что будем безопасно жить в 2020-м. Спасибо, всего доброго. Я напомню, это была программа «Вопрос дня». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова